Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы будем рассказывать про мебель из массива. Сегодня мы зададим вопрос, подходит ли мебель из массива для формирования дизайна интерьера детской комнаты? Особенность такой мебели в том, что фасад делается из массива, а каркас обычно из шпанированного ДСП. В результате мы получаем изделие со всеми свойствами натурального дерева. Оно будет экологичным, приятным на ощупь, иметь неповторимый индивидуальный внешний вид. Но при этом мебель из массива имеет и недостатки. Боится высоких перепадов температуры, большой влажности, а также механических воздействий. Но самое важное, мебель из массива абсолютно не лишена функциональности. Обратите внимание, в этом решении есть оригинальный вариант с антресолью. Здесь могут быть системы хранения. Также такая мебель позволяет нам делать функциональные гнутые фасады. Здесь тоже могут храниться какие-то сувениры. И здесь же отличная рабочая зона, которая благодаря свойствам массива имеет прекрасный эстетический вид. Хочется отметить, что такой стол абсолютно не лишен функциональности. Выдвижные ящики имеют такие же доводчики, но внешний вид массива гораздо более выразительен, чем у обычного ДСП. Именно натуральное дерево позволяет делать сложную фрезеровку. А еще его можно интересно декорировать. Например, потенировать или делать неполный прокрас, когда мы видим текстуру воздуха. Все эти моменты говорят нам о том, что мебель из массива отлично подойдет для создания интерьера в классическом стиле. Тем более, что мы можем создавать такие изящные филястры и карнизы. Но такую стилистику вряд ли оценят совсем маленькие дети. Да и в целом, бережное отношение к массиву предполагает уже осознанный возраст ребенка. Такой дизайн будет формировать прекрасный вкус ваших детям.